Всем привет! Меня зовут Карина. Сегодня мы будем делать с вами Пакетрайсер 2.2.2.4. Для этого откроем учебник на нужной нам страничке и скачиваем ПК-файлик, а также инструкцию к нему. Чтобы скачать инструкцию, переходим по ссылке и в верхнем правом углу нажимаем кнопочку «Скачать». И сохраняем нужную нам папку. И открываем наш ПК-файлик. Пока открывается, мы можем посмотреть на наше задание. У нас есть топология, таблица адресации и парочка заданий, которые мы с вами выполним. А пока мы открываем наш Пакетрайсер и смотрим. Нам нужно в User Profile указать наше имя. К примеру, мое имя Карина, email и также дополнительные информации. Обычно это ваша группа. И нажимаем кнопочку «Ок». Да, задание перезагрузится и откроется инструкция. Вот она. Я ее сделаю немного побольше и закреплю, чтобы она никуда не пряталась. Топ. С помощью кнопочки «Топ». Сворачиваем браузер и приступаем к выполнению. Здесь вы можете видеть, у нас есть топология, в которой раз, два, три, четыре, пять сетей. Смотрим, что нас спрашивает. Сколько сетей подключено напрямую к иммортизаторам R1, R2 и R3? К R1 напрямую подключено две сети. Первая сеть это между PC1 и R1. Вот она. Вторая между R1 и R2. У R2 три напрямую подключенных сети. Это между PC2 и R2, между R2 и R1 и между R2 и R3. У R3 аналогично с R1 всего две, между R2 и R3 и между R3 и PC3. Думаю, все понятно. Нам нужно узнать, сколько статических маршрутов требуется каждому мортизатору, чтобы иметь доступ к сетям, не имеющих прямого подключения. То есть нужно посчитать, сколько сетей не подключены напрямую к каждому из мортизаторов. Например, у R1 нам нужно будет настроить раз, два, три статических маршрута. У R2 нам нужно настроить всего два. Вот первый для вот этой сети, которая не подключена напрямую. И вот этот к этой сети, которая тоже не подключена напрямую. И у R3 аналогично с R1 тоже будет три сети. Нужно проверить подключение к сетям маршрутизаторов R2 и R3, отправив эхо-запрос с IPC1 на компьютер 2 и 3. Открываем первый компьютер, Desktop, Command Prompt или же командная строка и вводим команду ping. И указываем IP-адрес устройства 2. Копируем. Enter. Ждем пока наш ping завершится и посмотрим, успешен был он или нет. Как вы видите, Request Timeout значит, что ping не успешен, соединение не установлено. Проверяем ping между PC1 и PC3. Вводим IP-адрес PC3. 172.31.1.190. Enter. Ждем пока ping тоже выполнится и скорее всего, что он тоже будет неудачным. Вот Request Timeout. Да. Неудачно. Все четыре утеряны. Значит, нам нужно настроить подключение буржетесаторов и настроить сам маршрут. Для этого первое, что нам нужно сделать, это настроить рекурсивный статический маршрут на R1. Как вы помните, их будет три. Открываем R1, командная строка, нажимаем кнопочку Enter. Все статические маршруты нужно устраивать в режиме конфигурации. Так что вводим команду Enable и Conf T. Теперь в режиме конфигурации вводим команду IP Road. И указываем рекурсивный статический маршрут. Для этого сначала нужно указать сеть, к которой он будет подключаться. Вот первое, вот это вот. Переписываем 172, 31, 0, 0. Седальше 24. Значит, что у нас маска под сети будет 255, 255, 255, 0. То есть стандартные. И дальше нужно указать устройство, к которому будет подключаться R2, чтобы отправить пакеты в эту сеть. Так как R1 у нас тупиковое устройство, и оно подключается только к одному маршрутизатору, то NextHop устройство, или же следующее устройство, к которому он будет подключаться, всегда будет R2 для всех статических маршрутов. Указываем IP-адрес R2. Чтобы его узнать, нужно посмотреть в таблицу. Но у нас у R2 есть три IP-адреса. Смотрим, гигабитный интернет 0.0 у нас подключается к S1. Вот. Serial 0.0.0 у нас подключается между R1 и R2. И Serial 0.0.1 между R2 и R3. Значит, нам нужен второй. Копируем IP-адрес второго интерфейса. И вставляем. Нажимаем кнопочку Enter. Готово. Мы настроили первый статический рекурсивный маршрут. И у нас уже есть 10 баллов из 60. Настраиваем второй статический рекурсивный маршрут. IP-road. Ой. IP-road. Указываем наш статический маршрут. Сеть, к которой он не подключен. Это вот эта. Вот она. Переписываем ее IP-адрес 172-31-1-196. Далее нужно указать маску по сети. Слаж 30. Это 255-255-255-255-252. Если вы не помните, как расшифровать эту сеть, эту маску по сети, вы можете воспользоваться вот такой вот табличкой. Смотрим. Слаж 30. Это 252. Продолжаем настраивать. Открываем наш R1. Маска по сети у нас указана. И также NextHope устройство. Наш R2. Enter. И настраиваем теперь уже третий статический рекурсивный маршрут. IP-road. Далее адрес 3-ти сети. Вот она внизу. Вот. 172-31-1-128. У нас слаж 26. В табличке смотрим. Слаж 26. Это в конце 192. Что мы как раз и пишем. 255-255-255-192. И далее указываем наш все так же R2. Enter. Мы настроили все статические рекурсивные маршруты на R1. Мы видим, что у нас выполнено 30 из 60. Значит мы двигаемся в правильном направлении. Можем проверить соединение между PC-1 и PC-2. Все тем же пингом. Enter. Мы настроили маршрут. Но посмотрим, работает ли пинг. Первый запрос неудачный. Смотрим, что будет со вторым. Второй тоже неудачный. Значит и третий, четвертый тоже, скорее всего, будут неудачны. Чтобы это настроить, нам нужно настроить статический маршрут с прямым подключением на R2. Потому что маршрут от R2 к этим устройствам пока еще не проложен. Открываем командную строку. Команда enable. Conf-t по стандарту. И настраиваем статический маршрут с прямым подключением. IP-ROAD. Указываем сеть, к которой не подключен R2. Вот она. Переписываем ее IP-адрес. 172. 31. 1. 0. Далее маска под сети. Слаж 25. Это 255. 255. 255. 128. 128. И устройство, к которому будет подключаться R2. Нам здесь указывать не нужно. Поэтому мы просто укажем интерфейс, к которому он будет подключаться. Потому что это подключение прямое. Enter. Мы настроили первый. Настраиваем второй IP-ROAD. Далее настраиваем IP-адрес сети, к которой не подключен R2. Вот она. Указываем 172. Поставлю ниже, чтобы было видно. 31. 1. 121. 128. Маска под сети. Слаж 26. Сможем посмотреть опять же в табличку. Вот. 192. В конце. Вводим. 255. 255. 255. 126. Enter. Команда не завершена, потому что нужно указать NextHop устройство. Или же его интерфейс. Так как это статический маршрут с прямым подключением, нужно указать интерфейс S001. Enter. Да, наш... Указано, что у нас что-то неправильно. Смотрим, что... DefaultRouteResultGateWay. Повторяем команду еще раз. IPRoute. Мы что-то указали просто неправильно. Бывает 172. 31. 1. 128. Далее 255. 255. 255. 192. И наш интерфейс Serial001. Да, у нас все настроено, но у нас не настроен еще R3. На R3 можно было также настроить статический рекурсивный маршрут, но нам предлагают указать маршрут по умолчанию, чтобы R3 имел доступ сразу ко всем сетям. Что мы как раз и сделаем? Enter на R3. Команда enable. Conf. T. И указываем теперь статический маршрут по умолчанию. Он всегда у нас стандартный. Указываем команду IPRoute. И указываем наш IP адрес. Но если это маршрут по умолчанию, он будет всегда 4.0. Маска посетила также 4.0. И устройство, к которому он будет подключаться, или же в нашем случае интерфейс это Serial 0.0.0.1. Enter. Покеттрейсер. Все. У нас наш R3 также настроен. Можем его закрыть. И смотрим. Нам нужно запишать команды для полностью обеспеченных маршрутов. Но, так как наш Покеттрейсер не поддерживает это, эти команды мы будем указывать в PDF-файлике. Открываем наш PDF-файлик, потому что его закрыла случайно. И вот, шаг 4. С помощью какой команды реализуется полностью заданный статический маршрут от R2 к LAN R2? Указываем IP-road и указываем IP-адрес сначала сети, в которой будет находиться R2. Это 172.31.0.0. Маска под сети 255.255.255.0. Интерфейс у нас Russian 0.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0. И устройство Next minerals 172.31.1.197. Готово. IP-road уже между R2 и R1. Показываем нашу сеть 172.31.1.192, маска под сети 255.255.255.255.252, интерфейс serial 0.0.0.1, и интерфейс, ой, не интерфейс, а NextHop 172.31.1.197. И настраиваем теперь статический маршрут от R3 к локальной сети R1. Указываем сеть, но передать им IP Road, конечно же, сеть 172.31.1.0.255.255.255.128. Интерфейс serial 0.0.1 и NextHop устройство 172.31.1.197. Да, мы наконец-то все настроили. Откроем наш ПК-файлик. Да, у нас 60 из 60. И нажимаем кнопочку Check Results. Да, у нас все соединения настроены, все работает. При желании вы можете проверить это пингом. А на этом я с вами прощаюсь и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok